Всем привет! Это четвертая часть видео прохождения игры Icewind Dale 2 соло на самом тяжелом уровне сложности Харта Кюри Сердца Ярости без смертей. В прошлом видео мы зачистили пещеры, которые ведут склад в доках Таргаса, уничтожили всех гоблинов. Сейчас соберем вещи, которые мы могли бы продать. Специально, как я и говорил, не имеет смысла их ходить, искать, собирать и переносить торговцам, но если уж они есть и за ними далеко ходить не нужно, то можно собрать и у ближайших торговцев продадим их. Заодно узнаем, сколько стоят, какие вещи, чтобы знать на будущее, стоит ли их вообще с собой носить. Ну, надеюсь, пару десятков монет мы заработаем. Так, теперь отчитаемся перед охранником Броганом, что мы уничтожили гоблинов на складе, заодно рассказали мы, что нашли проход в пещерах, через которые они попали в Таргас. Так, он нас благодарит и говорит, чтобы мы пошли и рассказали об этом лорду Альбрекю, и он за это нас обязательно наградит. Так, соглашаемся и надеемся, что действительно нас наградит и поблагодарит. Кстати, пересматривая прошлое видео, я заметил, что один квест у нас не сдался. То есть, произошло как бы уравновешивание нашего везения и невезения. Мы случайно сумели активировать квест по излечению вот этого охранника Рейга, как будто мы умеем лечить его своими способностями, к примеру, как будто мы друид или клерик. Как вы помните, сработал скрипт, так как мы проспались 7 дней, и он сам вылечился. Но в ответ судьба нам подкинула и неприятность. Дело в том, что после того, как мы… Ну, я не читаю эти разговоры, сейчас они не имеют смысла. Опять же, нас все благодарят и отправляют к лорду Альбрику. Так вот, когда мы принесли дохлого кота, вот этого, и показали маме капитана, она, как бы это сказать, убедилась в его легкой смерти. После этого мы должны были прийти к капитану, поговорить с ним и рассказать эту историю про кота дохлого. И мы узнали много интересного, а именно, почему капитан плохо относится к котам, и особенно к дохлым котам. Так вот, этого диалога уже нету, скорее всего, из-за того, что кота нужно принести к Фиси до того, как мы выполним задание по ее спасению. Имеется в виду, не спасем от гоблинов, не до того, как спасем от гоблинов, потому что это невозможно, гоблины там присутствуют сразу, а именно после того, как мы сдадим его капитану, этот выполненный квест. Надо было сначала спасти от гоблинов ее, показать ей кота, а потом прийти и рассказать об этом капитану. В итоге мы получили бы еще, по-моему, 300 очков опыта. К сожалению, у нас не получилось. Так, рассказали мы капитану, что очистили доки от гоблинов, сразу же переночевали, у нас восстановились все запинания. Теперь идем, выполним еще один квест. Как мы помним, в таверне стоял варвар, и, судя по диалогу с ним, после того, как мы справимся с гоблинами, он нам предложит что-то с ним сыграть. Идемте попробуем это сделать. Кстати, вот можно попробовать поговорить с владельцем таверны. В прошлый раз он нам не верил, что гоблин нападает. Теперь же до него дошли известия, какую роль сыграли мы в спасении таргаса от гоблинов. Он нас благодарит. Ну и мы можем в ответ задать ему пару вопросов. Спросим мы его, как он стал владельцем таверны. Он рассказывает, что был когда-то наемником лет 20 тому назад. У него была небольшая дуэль на ножах, и он выиграл ее. Сначала хотел продать это местечко, а денежки сплетить на пиво и шлюплусками. Но потом ему привинулось, сдавав прежнего владельца, и я решил пустить здесь корни. Правда, эта славная женщина умерла прошлой зимой. Так что мне приходится саму всем здесь управляться. Вот так мы узнали, как он стал владельцем этой таверны. И, в принципе, поняли, почему он такой был неприятным в общении в прошлый раз. Так как это... Не уверен, что просто наемник, скорее всего, прошлое у него достаточно темное, раз он на ножах дрался с бывшим владельцем таверны. И я так понял, убил его за эту таверну. Как видите, наемники так и продолжают пьянствовать, не собираются, они никуда идти, никому помогать. В принципе, мы уже и выполнили их работу. Ну, а теперь можно поговорить с варваром. И вот у нас есть возможность опять заговорить о его серебряном амулете. И он рассказывает, что этот амулет приносит талисман удачи. Но, в принципе, главное, что он делает, с помощью него можно призывать волков. Нам это никак не поможет, так как он... Как бы это сказать... У него конечное количество зарядов, и волки уже совершенно не котируются по сравнению, к примеру, с нашей вызванной нежитью. Но, как я и говорил, здесь волшебные вещи на кофе очень дорого стоят. Поэтому обязательно мы с ним попробуем сыграть, спрашиваем, в чем заключается игра. И он рассказывает, что мы будем пить алкоголь с молоком. Кто первый сопьется, тот и проиграет. Ну что ж, давайте попробуем. В принципе, конституция у нас не самая низкая. Плюс у нас много... Большой уровень здоровья, точнее. У нас есть шанс у него выиграть. Вот, ставим пять золотых в залог, и пытаемся с ним провести дуэль по выпивке. Выпили первый раз. Выпили второй раз. Третий. По-моему, на четвертом все решится. Четвертый. Ну и вот, пожалуйста, у нас получилось выиграть. Кстати, если у вас не получается выиграть, не спешите сразу выполнять этот тест, попытайтесь получить еще опыта, получить уровни, у вас увеличится количество жизни, и тогда вы с ним сможете справиться. В итоге мы получили амулет, и получили 300 очков опыта. Давайте посмотрим. Вот на этот амулет. У нас есть заклинание опознания. Сразу же опознаем. Видите, можно вызвать только трех волков. Поэтому ни в коем случае его не тратьте. С помощью большой вы от этих волков не поможете. А возможную цену у амулета понизите. Поэтому... Так, и давайте я вспомню. Можно было попытаться обокрасть маму капитана, но почему-то мне не хочется этим заниматься. Ага, вот это здание, в котором жил гнот. Раз мы уже какие-то вещи подбираем на продажу, давайте возьмем из его сундука броня здесь была, да? Так, а еще что-то есть? Подберем те вещи, которые у него... А, есть еще одна броня. Ну, броня, по-моему, в монетах 20 мы получим. Так что забираем. Благодаря тому, что у нас сила, максимальное значение для расы дров 18, мы можем... Да, можем переносить достаточно много груза. Сейчас же мы пойдем знакомиться с лордом Альбриком. Так, еще есть место в инвентаре. Поэтому поищем, может, еще что-то можно взять. Вот какой-то молоток. Но оружие стоит, конечно, в случае, копейки. Более-менее можно получить цену только за щиты и за брони, если я не ошибаюсь. Короче, ладно, не буду больше эти вещи собирать специально. Идемте к лорду Альбрику. Просто нам и так надо много квестов выполнять. Бегать здесь, как мальчик на побегушках. И все же не хотелось бы, чтобы все видео заключалось только в выполнении квестов. Вдруг нам повезет, и мы успеем с ними разобраться. Кстати, для этого можно ускорить прохождение. Я забыл об этой возможности. А именно, можно прочитать на себя заклинание ускорения. Ну, это мы сделаем уже после лорда Альбрика. Кстати, давайте поговорим вот с этим человеком. Ламберг Граунд Доу. Так, о Боге что на этот раз? Расспрашиваем, что случилось. Он рассказывает, что ему нужно привезти древесину, но он не может это сделать, так как поломана ребятка. Мы предлагаем свою помощь. Он рассказывает, что нас мало, ему нужно как минимум две бригады. А кран совершенно бесполезен. Ну, в таком случае мы спрашиваем, что случилось с краном. Говорит, что он не может найти человека, который бы починил кран. Ну, я ее назвал лебедкой. Мы берем это задание, говорим, что как только мы найдем решение его проблемы, мы сразу же ему поможем. Так, давайте я еще... А, нет смысла, я же имею уже полный инвентарь, да? Да. В таком случае идем мы к лорду Альбрику. Подождите, где он? Да, вспомнил. Там, где мы брали книжки. Книжки мы взяли у его жены, а сейчас мы поговорим с ним. Так, заходим. Вот он, лорд этого города. Так, Альбрик Бинсмор. «Что вы такие?» — спрашивает. Мы признаемся, что мы приплыли на корабле только что предложить свои услуги ему. Ну, в принципе, его не интересует наше прошлое. Рассказывает, что гоблины напали на Тарго. Все в панике, просят помочь. Мы говорим, что мы знаем, гоблины напали на Дохи, и мы уже с ними расправились. Он нас благодарит и просит узнать, как гоблин сумели проникнуть в город. Мы рассказываем, что мы нашли в лабиринт пещер, и через него они и проникли. Он нам же отвечает, что он когда-то уже просил завалить эти пещеры, так как ими пользовались контрабандисты, и очень удивляется, как это гоблины разнюхали об этих пещерах. Так, ну мы говорим, что больше никакой тактикой воспользоваться не смогут, так как ход, который они прорыли, обвалился. Так, меня волнует то, что подкоп все равно требует какого-то времени, даже если они смогли позваться в старые панели контрабандистов. Такие усилия требуют координации, а значит, гоблины занимали за эти несколько недель, если не месяцев. Нападающие гораздо более организованные, чем я предполагал. Спрашиваем, что может он рассказать об угрозе гоблинов. Как вы, конечно, уже знаете, в окрестностях собралась целая армия гоблинов. Некоторые испытывают на прочность нашу оборону. Они вооружены и хорошо организованы. Их атака на домки служит доказательством этого. Так, да, действительно, не будем расспрашивать детали. Нас это, в принципе, не интересует. Сразу говорим, где расписаться, чтобы зарабатывать деньги. Он говорит, что вы будете нести службу у Частакола за городом, отправляйтесь в Северные ворота и поговорите с Шофардом Крейлом, командиром Стражи Таргаса. Он будет давать вам поручения и указания. Так, какие вопросы мы можем задать? А вот, кстати, посмотрите, все части Айсвиндейла первого, Айсвиндейла второго, а также Нивервинтер происходят в мире Файруны. И видите, мы видим упоминание о городе Нивервинтере в игре Айсвиндейл 2. Вот можно спросить, кто этот Нивервинтер. Он рассказывает, что помощи с этого города мы не дождемся. Они просто не успеют прийти к нам, так что с Гоблином нам придется справляться самим. Так, вот мы узнаем, что он, кажется, высылал разведчиков, и мы спрашиваем, что с ними случилось. Смогли ли они найти лагерь Гоблинов? И говорит, что Анелли и Браса – мы лучшие разведчики. Вот уже почти 10 дней, как от них нет никаких новостей. Боюсь, они могли наткнуться на засаду Гоблинов. Правда, они бывали переезда похуже, так что я все-таки надеюсь, что у них все получится. Ну, в принципе, мы все, что нужно, уже узнали у него. Давайте заберем все, что у него есть. А есть у него всего лишь три монетки, которые завалились между подушками дивана. Ну и вот еще какая-то закрытая тумбочка. Кстати, драгоценный камень, 12 монет. А, подождите, мы не можем подобрать, но мы сейчас это исправим. Возьмем стрелы. И можно какой-то вид оружия взять в руки. Как раз у нас будет две клетки, чтобы забрать всю эту мелочь. Теперь же мы идем к его жене. И у жены, кстати, мы сразу же сможем сбыть все эти вещи, которые мы нашли. По-моему, она дает лучшую цену в городе. Так что торговать пытайтесь, если далеко, конечно, не нужно нести эти вещи, с ней. Так, когда по городу распространился слух, что по улицам ходит дроу, я не поверила. Но теперь вижу, это правда. Вы наемники из Лускана, да? Необычная профессия для дроу. Ну, действительно, по канону мира Файруна, дроу это подлые интриганы. Убить для них все равно, что извините, пописать. Сплошные интриги и битвы, кланы сражаются. Сын идет на мать, мать на сына. Почитайте Роберт Кассер-Альбаторе, узнаете, какие ужасные правила жизни в обществе дроу. Ну, не будем мы ей грубить, как настоящий дроу, хотя мы и злого мировоззрения. Скажем, что ради выгоды мы согласны выполнять любую работу. Понимаю, боюсь, вам покажется, что в Таргосе трудно завоевать доверие. Но если вы добьетесь в расположение, народ Таргоса без колебаний встанет на вашу защиту. Так, и спрашиваю, что нас сюда привело. И мы рассказываем, что прибыли сюда предложить свои услуги лорду Альбрику. Так, можем узнать еще от нее о неприятности. Опять же, она расскажет нам про атаки гоблинов. Спросим, а магия какая-нибудь помогла против гоблинов? И она рассказывает, а, она расскажет, что увлекается магией. А мы спрашиваем, или помогла ее магия против гоблинов. И она нам рассказывает, что ее магия не способна обнаружить их силы с тех пор, как прорисатель Валин заболел. Нам понадобились собственные разведчики. Так, ваша магия, уточним. Неведомое искусство чар, но я уже давно не пользовался своими силами. В последнее время мои занятия сводились к крошекрубке и переводу манускриптов, собранных мной по всей округе. Кстати, сразу же вспоминаем, что у нас есть свитер, и мы, в принципе, можем ему показать, раз она такой знаток манускриптов. И одновременно спросим, может ли она торговать какими-нибудь магическими вещами. Ну, так как мы пришли помогать ее городу, то, в принципе, она согласилась. Давайте посмотрим, что у нее есть. Ну, и сразу продадим все эти вещи, которые мы набрали. Как видите, кинжал стоит единичку, брать его больше мы не будем. Камень какую-то цену имеет. Сухпоек, кстати, всего лишь 5 копеек. Стоит копье 2 золотых. Вот, хорошо стоит зелье горячего масла. Малый щит тоже, в принципе, ничего не стоит. Да, как я и говорил, в принципе, нет смысла ничего носить. А вот амулет стоит очень хорошо, 450 золотых. Так же, как и зелье защиты от зла 25 золотых. Эти вещи мы обязательно продадим. Смотрите, самое лучшее броня наше стоит всего лишь 12 золотых монет. Так что, ничего мы почти и не заработали. Так, можем еще избавить от копья. А подарить арбалет тоже можно продать. Это обычный. А этот арбалет лучше. Да. Продадим. Давайте спросим насчет того свитка, который мы нашли в пещерах. Она просит на него посмотреть и рассказывает нам, что этот свиток всего лишь один из пары. Короче, это действительно свиток телепортации, но он один из пары. То есть, для того, чтобы он сработал, нужно, чтобы кто-то уже был в городе. И это означает, что в городе есть предатель. И она просит быть начеку. И если найдем предателя, то обязательно рассказать ей об этом. Но мы обещаем, что с предателем разберемся. Так, давайте еще раз зайдем. Так, арбалет тоже почти ничего не стоит. Так, подождите, а почему золото? Наверное, надо туда платнуть на нем. Золото, видите, считает из инвентаря. Идет вот в такое вот хранение. То есть, не используйте чейку инвентаря. Все. С этими людьми мы поговорили. Получили задание. Выяснили, что где-то здесь есть предатель. А теперь давайте делать то, что я говорил. А именно будем ускорять свои перемещения. Все равно в любой момент можем выспаться, и заклинание восстановится. Так, побежали. Давайте зайдем сюда. Здесь, кстати, живет представитель торговой компании, чей склад мы обокрали, когда искали зелье для охранника. Так. Говорить, что с нами говорить не будет. Все вопросы решает Дейдра. Вот стоит эта женщина. Понятно. Дейдра Галуэй. В чем дело? Альбрик снова послал вас за древесины? Или может раздобыть еще оружие? Доберите все. Меня абсолютно не волнует то, что может случиться с этим проклятым городом. Так, что это за место? Это то, что осталось от торгового склада Галуэя в Таргосте. Хотя, боюсь, от него останется еще меньше после того, как солдаты закончат растаскивать товар на военные нужды. Галуэй. Я слышал это имя в Лускане и Бремени. Хорошо. Это значит, что мы справляемся со своей задачей. Торговая компания Галуэя создавалась годами. Мой дед Илмус водил караваны через 10 городов, включая Лоннелвит и Истхэйвен. Кстати, вот и упоминание есть о Истхэвене. В первом Айсленделье мы начинали с него путешествия. Как видите, все звучные названия всех игр, в принципе, прозвучали в Айсленделье втором. Так. Короче, не интересует нашу историю. Давайте посмотрим, чем она торгует. Ну, как видите, ничем особенным она не торгует. Ну, вот есть хорошие вещи, кстати, волшебные, но не очень дорогие. И, в принципе, не они нам нужны. Единственная вещь, которую я хочу вам показать и которая очень важна, вот, меч, который будет иметь, носить имя, которое является именем вашего героя. Вот этот меч нам обязательно нужно будет купить, накопить деньги. Почему мы взяли, возьмем, извиняюсь, ледопыток, как я говорю, этот меч все время у нас будет в одной руке. Ну, силу и ловкость скоро он уже будет давать, но это будет неважно, так как мы будем в заклинании получать большие величины этих параметров. А вот, например, бонус 25 жизней, постоянное ускорение и свобода передвижения, то есть у нас нельзя, например, паутиной запутать, это очень важно. Ну, и сам меч очень неплох, плюс 5, максимальное улучшение меча. Поэтому в одной руке всегда будет у нас этот меч. Так, тут нам задание не обломится. Идемте дальше. Давайте зайдем в это здание. Так, как настоящие приключенцы, перед тем, как с кем-то разговаривать, сначала нужно все обнести. Так, я не понял, почему. Очень странно. Почему у нас не получается эти двери поломать? Кстати, вот опять какое-то взрывное зелье, так мы помним. А, дверь открыта просто, потому не могли ее вздумать. Так мы помним, более-менее хорошие деньги стоит. Зелье, по крайней мере, похоже было, огненное зелье. Поэтому мы обязательно заберем в надежде, что и тут мы выручим более-менее нормальную сумму. Кстати, как видите, силой 18 мы скрываем любые замки, пока нам не пришлось пользоваться заклинанием стук. Видите, пару раз попробовали и взлом удался. У каждого замка выставлена какая-то трудность его вскрытия. Чтобы его вскрыть, мы, например, от силы берем модификатор и кидаем кость от 1 до 20. И, например, если модификатор у вас, модификатор трудностей, к примеру, у замка, ну, представим, что 22. Вот. А у нас силы, к примеру, 10 модификатор, тысили 10-0. Тогда, как бы мы ни бросали, даже при максимальном броске кости 20, мы замок сломать не сможем, так как у него 22. В нашем же случае, к примеру, мы можем взломать замок до 24, с трудностью взлома до 24. Ну, вот так я объяснил эту механику. Она, кстати, работает во всем. К примеру, опять же, напомню, как работают заклинания. Берется число 10, прибавляется к нему модификатор от основного параметра мага. Для мага это интеллект, для чародея – харизма. То есть плюс 6, будет 16. Прибавляется уровень заклинания. К примеру, если это 9 уровень заклинания, плюс 9. В сумме 25. И прибавляется фокус на заклинание этой школы. Здесь он максимальный плюс 2. Вот у нас будет, к примеру, 27. Вот такой вот бросок должен выкинуть монстр. А монстр против этого броска выставляет свое значение. У него есть спас-бросок и, опять же, бросок от 1 до 20. К примеру, если у монстра спас-бросок меньше 7, к примеру, 6 и ниже, то даже при максимально выкинутых костях 20, у него будет 26, что меньше, чем наш бросок трудности заклинания, 27. В таком случае мы всегда в монстра будем попадать по максимуму. Ну, в зависимости от заклинания. Там или не попадешь в офис, вообще, или урон, к примеру, половина. Таким образом, мы приходим к мысли, что для мага самое главное иметь максимальный модификатор основной характеристики. Вот мы его максимально можем иметь в этой игре 11. Вот его нужно иметь. Поэтому мы прокачиваем харизму по максимуму. При 11 у нас будет максимальный бросок трудностей. Например, 9 заклинание, 11 модификатор. Это будет 20, плюс 10, 30, плюс 2. Выбираем школу, на которой мы сфокусировались. Будет 32. Ну и еще мы можем с помощью заклинания порчи на 2 спас-бросок понизить врага. Вот у нас максимальный бросок трудности 34. То есть, если враг выкидет меньше, то у нас получается его заклинание нанести ему вред и взять подконтроль. К сожалению, здесь спас-броски у врагов очень большие. Они спокойно могут выбросить спас-бросокки 47. То есть, у них спас-бросок будет в районе 27 у некоторых. А плюс 20 – это уже кость. Если нам повезет, например, этого не выкинут. Ну, у нас 34, у монстра 27. У нас 34 минус 27. Нам нужно, чтобы монстр выкинул не больше 5 очков. 5 очков – это 1,4 от 20. То есть, если перевести в проценты, чтобы обычные люди поняли, у нас шанс на сильных монстров повлиять своим заклинанием всего лишь 25%. В принципе, никак сильнее увеличить шанс на попадание нельзя. То есть, характеристику мы не можем повысить больше. И заклинание, понижение спас-бросков у полдуна больше нету, кроме порчи. А вот если бы у нас были клерики, то там уже другой вопрос. У них есть 34 заклинания, которые понижают спас-броски врагов еще больше. Так, давайте поговорим с владельцем гостинези. Зовут его Кайль Хайрет. Так, кто это хочет распроизнуть через дверь вдовы? Один из продажных молокосудовцев наемников с юга? Так, ну давайте будем с ним говорить более-менее вежливо. Всего лишь путешественник, которому нужна крыша над головой. Ага, у меня полно свободных мест. Не считая той запертой комнаты наверху. Смотрите, выбирайте, если цена устроит, комната ваша. А что с запертой комнатой? Не забивайте себе этим голову. Это история для грустной баллады Барда. И вам нет смысла нагружать свою душу лишними терзаниями. Я бы все-таки хотел послушать эту историю, особенно если я здесь останусь. Давным-давно одна женщина умерла в этой комнате. Она ждала, когда ее муж вернется с Дуалдона, а он погиб во время шторма. И тогда бедная женщина выбралась из окна и наверху, прямо на скалы. По ночам можно услышать ее плач, поэтому я запер эту комнату из уважения к ее горе. Грустная история, что и говорить. Если бы я мог чем-нибудь помочь ей. Так, 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 так. Почему же вы не сказали об этом с самого начала? Гостиница называется «Плачущая вдова», но постояльца не задерживается здесь, услышав, что бедная женщина выбрался здесь из окна. Возможно, я смог бы помочь, я могу попытаться, если хотите. Правда? Тогда вы держите ключ от ее комнаты, с ним вы сможете миновать защиту двери. Если вы сумеете помочь успокоить дух этой бедняжки, я буду очень вам благодарен. Обычно ее плач слышен по ночам, так что вам лучше попытаться застать ее в это время. Так, защита на двери, какую защиту? Это длинная история, друзья мои, здесь останавливался жрец Меркула, вот он и нацарапал ее на двери, хотя это ни капли не помогло. Жрец Меркула, вы имеете в виду Колумба, я слышал о нем. О, да, это изворетливый пёс. Да, прожил здесь два дня, а потом сказал, что не может выносить рыдание призрака, собрался и ушел, не оставив ни монеты за постой. Колумб не заплатил за комнату. Да, да, ничего он не сделал, нацарапал какой-то знак на двери комнаты, чтобы держать призрак внутри, но ведь это не прекратит ее рыдание. Не так ли? На самом деле все стало гораздо хуже. А что должен сделать этот символ? Будь я проклят, если знаю, это настоящая пытка для моих ушей. Но так хотя бы люди не заходят туда, а вот мой ключ по-прежнему подходит. Так это все, что сделал Колумб? Просто нацарапал символ на двери? Да нет, он дал мне какое-то проклятое волшебное зелье, что-то вроде напитка, но не сказал, что это такое, а лишь, что здесь более чем достаточно в качестве платы за постой. По правде сказать, я боюсь даже открыть бутылку, не то, что выпить оттуда. Так, не можно посмотреть на это зелье? Вот можешь разобраться, для чего оно. Не уверен, но похоже, что оно волшебное. Если хотите, я могу попробовать и определить, что это такое. Ну, ладно, если самим не разобраться, может быть, в городе кто-то из жрецов или магов поможет выяснить, что это за чертовщина. А лучше всего спросить у жены лорда Альбрика Эльтары. Она наверняка знает. Слышал, она волшебница. Так, где нам найти Эльтару? Хотя мы уже с ней говорили, но спросим. Он говорит, что в городской ратуши. Так, когда я сделаю это? Кстати, пока не ушел. Мне нужна комната. Так, подождите, комната, давайте посмотрим. Дала нам зелье. Мы можем опознать и без Эльтары. Так. Короче, это бутылка для того, чтобы можно в ней хранить волшебную воду, которая содержит в себе частицы эфирного плана. Очень, конечно, удобно. Мы как раз будем сейчас с представителем эфирного плана общаться. А нам дали бутылочку. Это же неспроста. Так, давайте откроем дверь, посмотрим. Нету здесь призрака. Как нам советовали, нужно дождаться ночи, и тогда она появится и будет громко стенать и плакать. Давайте тогда поспим. Так, спросим, кто она... А, понятно, он нам уже рассказывал, что она не дождалась своего суженного и бросилась из окна. В таком случае... Так, спросим про работу. Гоблины. Так, мы опознались надобе, которое дал вам Колумб. Это бутылка с прикосновением призрака. Что же это за зелье внутри? Внутри была обычная вода, заколдована только сама бутылка. Чёртов жрец, я знал, что она беспорезна. Что ж, спасибо за ваши труды. Хотя я стараюсь держаться подальше от подобных вещей, не хочу даже видеть, что связано с этим призраками. Вот получили мы опыт за то, что разузнали, что это за бутылка. Так, вы можете знать, кто будет заинтересован в этом. Ну что ж, возможно, леди Элитара сумеет объяснить, для чего её можно использовать. Говорят, она умелая волшебница. Опять же, нас посылает к Элитаре. Так, давайте мы выцегнем эту бутылку у него. Пытаемся, вот он жадничает, сразу всё-таки, торговая жилка в нём есть, а мы вот только в итоге его запугиваем. Что ж, в таком случае мы просто спрячем бутылку с прикосновением призрака к гостинице. Кто знает, может, она действительно привлекает призрака в другую нежек. Кто испугался хозяин, сразу говорит, хорошо, хорошо, забирайте. Короче, забрали мы у него на халяву бутылку. Теперь же нам нужно отдохнуть. Уберём самую дешёвую комнату. Так, подождите, почему... А, я не нажал клавишу «Готово». Комнату-то я выбрал. Вот, комнату выбран, нажать «Готово». Не понял, опять что-то я сделал не так. А, снять. Отдых. Забыл. Видите, долго не играл. Так, смотрим. Ночь уже или нет. Да, действительно, вот появился призрак. Давайте с ней поговорим. Ничего интересного она не расскажет, видите. Читает стихи. Но мы узнали, что её любимого зовут Донован. Так, ну, спросим, почему ты сплачешь. Плачет по пропавшему мужу. Так, я не тот Донован, о котором ты говоришь. Но постараюсь тебе помочь. Всё, всё, что нужно, выяснили. Да, ничего не изменяется. Если говорим ещё раз, повторяет она свой диалог. Что же, идём опять в хозяину таверны. Попытаемся у него узнать, кто такой Донован. Так, она, кажется, ждёт своего мужа. Вы знаете, кто это? Рыбак. По-моему, его звали Донован. Он был слегка дуповат, но хороший парень с добрым сердцем. Провёл в солёном всем много вечеров. Он пропал во время штурма на Майер-Дуалдоне. Скорее всего, утонул. Понятно, а тело не нашли? Нет, я не слышал об этом. Скорее всего, он утонул. Вероятно, слишком набрался. Так, а что случилось с его лодкой? По побережью Майер-Дуалдона разбросано много обломков. Их постоянно вымывают на берег. Если вы знаете название лодки, может вам удастся где-нибудь их отыскать. А кто может знать название лодки? Так, Гохар, трактирщик солёного пса. Ну что ж, идём к Гохару. Нам дали... Да, всё повторяет. Нам дали подсказку, где нам узнать дальнейшую судьбу мужа-призрака. Быстренько сбегаем. И расспросим хозяина таверны. Да, судя по тому, что уже прошло около половины часа, в этом видео у нас боём не будет. Как ни старайся, пока читаешь диалоги, время идёт. Так, вот она таверна. Давайте поговорим с владельцем. Так, ты знаешь что-нибудь о рыбаке по имени Донован? Каль Хайрет сказал мне, что раньше он частенько выпивал здесь. Да, это тебе сказал старина Каль Хайрет. Да, я помню Донована. Он умер пару лет назад. Пропал на Майердуалдоне. Так что вряд ли вы его теперь отыщите. Откуда ты знаешь, что он умер? На берег выбросила его лодку. Вот откуда я знаю. Её нашли пару лет назад. Бедный Донован, хороший был парень, но пить не умел. Да и умом не блистал. У тебя есть обломок его лодки? Можно я его заберу? Ну да, где-то он валяется тут. Такой же просоленный, как и сам Донован. Если вам он нужен, он ваш. Это самое маленькое, что я могу сделать для вас за то, что выкинули этих ублюдков гоблинов из доков. Так, забираемый обломок. Мы видим, что на обломке написано «Взгляд вееры». Призрака тоже зовут веера. То есть, действительно, он любил свою жену. Так, и давайте посмотрим на этот обломок. Вот он, нос корабля. Даже не обломок, а фигура, носовая корабля, судя по изображению. И возвращаемся назад к призраку. Идем на второй этаж. Сейчас посмотрим, какая реакция будет у призрака на обломок лодки ее мужа. Кого видят мои плачущие глаза? Это не мой Донован, это человек из плоти и крови. Так, я нашел обломок корабля Донована веера. Надеюсь, узнал, как вам было и участь, и успокоишься. Так, итак, смерть вернулась к смерти, и обещание мужа наконец-то выполнено. Его судьба больше не будет удерживать меня. Покойся в мире веера, следует королевство вечного покоя, как я должна была. Так, она нас хочет облагодарить. Так, хорошо, я принимаю твои слова близко к сердцу. Я долго ждала возвращения моего мужа. Я помогу вам и буду наблюдать за этим местом до тех пор, пока я не смогу полностью выплатить свой долг. И вот мы, благодаря своему хитрому уму, нашли вариант, как она нам может помочь. Возможно, ты сможешь мне помочь. Ты не смогла бы обронить еще одну слезу для меня. У меня под рукой есть подходящий заколдованный сосуд. Так, благодарим ее. Получили опыт. И получили ее слезу, бутылочку. Так, мы еще встретимся в королевстве далеко отсюда. Я не забуду того, что вы сделали для меня. Кстати, как-то я не помню, где это я ее встречу еще. Обязательно нужно будет... Видите, бутылочка уже полная, она называется бутылочка веера. Идемте, сдадим теперь квест. Владельцу таверной. Расскажем, что мы избавили его от духа. Дух этой женщины обрел покой. Отныне вы не услышите ее рыданий. Вот видите, он тоже дал нам опыт. Нет, неужели? Вы расскажете удивительные вещи. Да будут благословенные ваши деяния. Спасибо вам, друзья. Огромное спасибо. Так, вам стоит выразить свою благодарность в золото, если понимаете, что я имею в виду. Кстати, были бы мы паладином, мы не смогли бы с него требовать золота. И монах, по-моему, тоже не берет наград. Прекрасные сантименты, однако мне привычно разговаривать языком золота. Э, что ж, пожалуйста, это все, что может произойти с вами мой пошелек, друзья. Спасибо за помощь. Так, давайте посмотрим, сколько он дал нам денег. Ну что ж, неплохо. 200 монет стоим мы заработали. Нашли волшебный, точнее, мастерски сделанный кинжал. Он стоит более-менее нормальный денег. Ну а теперь бежим к элитарии. Так как нам сказали, что у нас заинтегнул, в принципе, мы и так из разговора с ней поняли, что она интересуется магическими вещами. Ну, вдобавок, еще и настойчиво хозяин таверны нас отправлял к ней. Сейчас мы... Кстати, да, тут дверь заколочена. Подождите, давайте я открою полностью карту. Так, закончилось действие ускорения. Мы его опять можем прочитать. Вот чем вот этот колдун. Коржа же он получает высокоуровневые заклинания. Меньше знает заклинаний, имеется в виду разных заклинаний, но использовать их может намного чаще. Поэтому, конечно, все-таки колдун, если вы получаете больше опыта, лучше мага. А вот в обычном прохождении маг лучше колдуна. С одной стороны, конечно, проблема со свитками, но с другой стороны, он чуть ли не на 50% быстрее получит доступ к высокоуровневым заклинаниям. Так. И вот мы рассказываем. Мы добыли слезу призрака из плачущей вдовы. Вы ничего не можете с ней сделать. Значит, вы смогли успокоить дух? Это чудесные новости. Я с удовольствием помогла вам. Можно мне посмотреть на слезу, которую вы принесли? Вот, что с этим можно сделать? Да, это зависит от того, что вы хотите сделать с ней. Если вы готовы расстаться с ней, я могу предложить вам 500 золотых. Или, если хотите, можно использовать ее, чтобы наделить для вас магической силой небольшой хренов. Возможно, кинжал. Продолжить. Так, а давайте попробуем поднять цену. 700 золотых. К сожалению, я не помню, какой вариант более выгоден. Просто продать слезу или сделать волшебный кинжал, а потом продать. Но почему-то мне кажется, что нужно попробовать через кинжал. Даже если я ошибаюсь, так интереснее все-таки получается, что мы на одно действие удлиним выполнение квеста. Что же я действительно лучше возьму кинжал? Давайте посмотрим, угадал я или нет. Так, мастерский сделан. А это? Ну, как видите, я полностью угадал. Так мы получили бы 700 монет. Здесь же кинжал скорбь вееры стоит 16 тысяч золотых. Вот о чем я говорил. Какой смысл собирать по копейке несчастные эти молотки и копья щиты? Если вот с первого артефакта на кофе, мы можем получить такие деньги. И мы, кстати, не можем пользоваться. Почему? А, нужно быть добрым и нейтральным. Мы злые. Ну что ж, сразу же и продаем. Вот у нас уже есть первый капитал. Так, все эти вещи мы продаем. Все. У нас уже 18 тысяч монет. Буквально за один квест. Это прекрасно. Давайте займемся поиском следующих заданий. Так, кто здесь живет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слишком смело мы сюда забежали. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, это нехороший человек редиска, а именно предатель. Поэтому, прежде чем с ним говорить и выводить его на чистую воду, желательно прочитать все защитные заклинания. То, невозможно, я ошибаюсь. В принципе, играл достаточно давно. Но мы играем без смертей, уровень очень сложный, поэтому нужно быть всегда готовым к неприятностям. Так, кстати, у нас уже есть размытие. Оно дает нам 25-процентный шанс, что атака направлена на нас пройдет мимо. Лучше только заклинание улучшенной невидимости. К сожалению, как вы помните, если вы используете, то мы не сможем уходить в невидимость. Но, кстати, что я могу сказать, можно, в принципе, попробовать на себя использовать это заклинание. Кстати, почему мне сразу-то не пришло в голову. Я же могу вызвать нежность фразу. Прежде чем с ним говорить, я могу уже подготовить, так сказать, отряд. Который объяснит этому магу, если он решит на нас напасть, что он не прав. Так, маг переживает. Спрашивает, что мы делаем. Ничего, мы подстраховываемся. Если ты хороший человек, мы тебя бить не будем. Так, сразу же ставлю всех вплотную. Неудачные призывы, сплошные зомби, но я думаю, ему хватит. Давайте с ним поговорим. Вы что-то забыли здесь, когда приходили сюда в первый раз. Уверяю вас, вы ничего здесь не оставляли, так что больше не беспокойтесь. Мы надеялись, что сможем задать вам пару вопросов. Ах, вопросы. У меня есть один к вам. Почему вы все еще здесь? Хотя я не приглашал вас. А теперь уходите. Не то я позову стражу Таргоса, чтобы они выпроводили вас. Если, конечно, эти жалкие свинопасты знают, как открывается дверь. Так, ну давайте не сразу будем показывать свиток, а попробуем издалека заходить. Хотя результаты, как вижу, будет один и тот же. Перед уходом хочу вас спросить, почему вы в лохмоке? По всему видно, что вы мак, но вы одеты, как нищий. Хорошо, если на этом ваши дурацкие вопросы закончатся. Когда-то я служил в кормире, а теперь не служу. Если раньше я носил одежду в соответствующем ему положении, то теперь одеваюсь в тряпье, чтобы подчеркнуть свое падение. Кстати, вы помните, что нам рассказали охранники железного ошейника, точнее, наемники железного ошейника, которые пьют в баре, и не захотели драться с гоблиной, что с ними пришло еще два человека. Один из них был маг, второй жрец. Вот мага мы нашли. Они, кстати, рассказывали, что он был в рваной одежде. И давайте мы еще попробуем с ним вытянуть информацию. А что случилось? Что случилось? Я встал не по ту сторону политической стены. Сейчас я здесь, у края мира, пытаюсь наскрести пару монет, чтобы прокормиться. А теперь, когда вы узнали о моем отчаянном положении, я прошу вас уйти. А вот мы, кстати, можем использовать информацию, которую получили от железного ошейника. Но отряд железного ошейника, наемники, которых вы нами не сказали, что вы из Ускана, а не из кормира. Ах да, я припоминаю, в следующий раз, когда встречу этих наемников, я воткну раскаленные ножи им в уши. Я говорил этим глупцам, что не хочу, чтобы они распространялись о том, где я бывал. Похоже, они все для меня усложнили. И для вас тоже. Ну вот, видите, вывели мы его на чистую воду, даже не используя свитер. Что вы хотите этим сказать? Этот фарс мне уже надоел. Я не могу больше носить этот ряпиок. И я надеялся, что к этому моменту Орда уже захватит Таргас. Но благословение Тимуры давно оставило меня. Похоже, придется все делать самому. Короче, разоблачили мы предателя. И нас ждет с ним бой. Орда никогда не захватит Таргас. А если ты связана с ней, то ты наш враг. Так, правда? Мне не веревестно страшно. Перед тем, как вы умрете, позвольте вас обрадовать. Я избавлю вас от гибели у жалкого чистокола Таргаса. Так. Вообще-то нам драка не нужна. Мы надеялись как-нибудь договориться. Давайте попробуем. О, и что у вас есть взамен? Ничего. Ваши слова ничего не значат для меня. Так. Допустим, мы смогли бы сдать тебе Таргас, и твоя миссия была бы завершена. Все, что тебе необходимо, это сказать, в чем состояло твое задание. То есть, в чем оно состоит. Кстати, мы можем еще попытаться с меня вытянуть информацию. Вы смеете? Это должно было быть моей миссией, моим часом победы ради моего господина. А сейчас вы намереваетесь забрать ее у меня. Сперва я убью вас, а потом найду способ разрушить укрепление Таргаса. Таргаса, своего господина. Ну, кстати, видите, получили еще опыт, благодаря тому, что они не пороли горячку и не пытались сразу же на него напасть. Хоршома зверолорда. Его и, соответственно, меня в качестве любезности кое-кто послал сюда на службу. И они желают, чтобы Таргас спал. В самом деле, кто же эти кое-кто, которым служишь ты с Хоршомом? Нет, это конфиденциальная информация. Странный чувак. Начал все рассказывать, пались уже до конца. Думаю, мы и так разговаривали достаточно долго. Уверяю, то, что вы узнали здесь, не будет иметь значения. Так как умерев, вы не расскажете ничего о том, что здесь выжили. Готовьтесь к смерти. Ну, давай уже. Великий ты боец. В чем дело? Натравлим на него наших призванных зомбиков. Кстати, можно поприкалываться чем-то в него пульнуть. Не буду я в управлении. Еще возьму вот управление, потом неизвестно, чем это выльется в скрипт. Может просто заглючит. Давайте мы у него кинем. Кинем у него все время забывать. Одна сфера, по-моему, называется запинание. Так. По-моему, сработало, да? Враг парализован. Да, действительно. Очень интересно. А нет, вот он очухался. Ну, еще раз, викининг сферу. Так, нет, 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 нет. На гоблину не отвлекаться. Главный враг Именно маг, а не гоблины, которые, в принципе, урона нормально нанести зомби и не смогут. Так, прочитал невидимость. Что-то она ему не помогает, кстати. Ну, как видите, на кофе даже у мага жизни очень много. Посмотрите, сколько он уже получил урона. Все. Враг умер. Теперь уничтожаем гоблина. Так, а куда ты пошел? Вот за что не люблю эти призыв зомби. Тормоза полные. Так, давайте вызовем еще помощников, чтобы быстрее с гоблиновыми разобраться. Кстати, очень хорошо, что он хороший призыв. Гоблин ему урона на них и не могут. Очень хорошо, что он успел призвать гоблинов. Это лишний опыт. Если бы мы убили его слишком быстро, конечно же, опыта было бы меньше. Хотя сейчас я посмотрю, будут ли призваны иммунстры приносить опыт. Как-то я на это не обращал внимания. Просто в таком случае можно было бы его подоить. Дать им возможность. Да, опыт идет. Действительно. Дать ему возможность призвать побольше гоблинов, а потом с ними сразиться. Но это опасный вариант. Вдруг он бы кинул на запинание урона кто-нибудь в череп ловушку. буквально один-два черепа хватил в рамках. незачем так поздря. Прекрасно. Все враги уничтожены. Посмотрим, что нам оставили гоблины. Конечно, копейки. Так, вижу еще элитный гоблиноваляется. А маг оставил нам риасу. И мы ее, конечно же, оденем. Так, опознание, заклинание. Я скажу вам, очень неплохая риаса. Вполне возможно, нам ее придется продать, так как видите, артефакты здесь стоят очень большие деньги. Если мы наскребем сумму, которую хватит, примерно, на меч, то мы ее обязательно продадим. Хоть она и дает нам достаточно хорошие бонусы. И они, кстати, заключаются не в защите, которую она дает гоблиноваляется, а в сопротивлении. Пусть величины кажутся маленькими, но вот сопротивление в поводу, кстати, очень неплохо. Так, что за книжка? Ничего интересного, просто книга о истории 10 городов. Нам не нужно ее брать. Мы ее продать не сможем. наверное, я высплюсь. Прекрасно. Вот то, о чем я говорил, нежить, призванная 8 часов с вами. Даже вы проспали 8 часов, она еще какое-то время находится вместе с вами и может вас охранять. То есть, если кто-то на вас нападет после сна, у вас спокойно есть возможность убежать, пока враги сражаются с вашей нежить. лучше вообще спать, в невидимости. Под защитой невидимости. Это самый лучший вариант. Так, это я был в этом здании. Кстати, надо будет потом отчитаться о нахождении предателя литаре. Освальд фирм блендер. Ну, вы помните, во-первых, мы седей этого гномика, который построил воздушный корабль. Так, вот говорим, что мы с тобой раньше встречались, но он говорит, что конечно, думает, да, но не уверен. Так, меня зовут Врандер Растотты. Рассказывает она на себе. Так, спрашиваем, или его корабль. Так, не буду это все читать. Короче, он со своей внучкой прилетел в Таргас. Вот мы спрашиваем, что был ли он в Кулдазаре. А племянница, племянница, так. Хотите, будете читать, в принципе, мне уже не хочется читать эти все. Но мы узнали, что он алхимник, у него есть лаборатория, в которой он варит зелье. Это очень интересно. Так, да, есть достаточно интересные зелья, потом обязательно их будем у него покупать. Посмотрим, есть ли возможность у него можно ли у него получить какое-то задание. Нет, по-моему, все идет по тому же сценарию, который мы уже прошли. Но вот, по-моему, про повреждения есть. Ага, рассказывает ему, что ему нужны ингредиенты, чтобы починить корабль, уточняем какие, говорить шел паука, так, паста из баладона, алмазная крошка, проще понятно. Почему-то мне кажется, что эти вещи мы будем искать, чтобы помочь ему починить корабль. Так, понятно. Как всегда, наш герой, везде затычка, везде всем спаситель. Все носит и всем помогает. Так, сейчас проверим, есть ли тут еще на этой карте что-то интересное. Стрелой возьмем. Копья мы уже не будем брать на фоне наших 16 тысяч. Две копейки эти не сыграют роли. Ага, помню, помню, в шатре тоже будет что-то интересное. Давайте я уже открою карту. что у нас здесь. Забитые двери, забитые двери. Вижу бочку. Ничего у меня нету. Еще одну бочку. Еще стрелы. Так, давайте мы арбалетные выкинем. Хотя я неправильно делаю, все-таки арбалеты с улучшением у нас есть, а лука с улучшением я еще не нашел. Поэтому важнее все-таки стрелы обычные, а не болты для арбалетов. Так, а кто живет в этом здании? Давайте проверим. Ага, понятно. Здесь мы нашли второго человека, который пришел с командой наемников железный ошейник. Я так понял, это тот жрец, который говорит с мертвыми. Так, ну кажется, он не будет агрессивным. Но на всякий случай не буду надеяться на свою память, подготовлюсь. Тем более много времени это не заметно, просто нету большого, такого большого количества заклинаний, как было в первом Эсиндейле. Там у нас был мультикласс, были заклинания жреца и мага. Поэтому можно было долго читать на себя защитные заклинания. Так, кстати, есть что-то? вот вижу, кубочка какая-то. Давайте поговорим. Колумб Костолон. Да, за камином, ага, тихо, похоже, живые пришли. Кто ты такой и что здесь делают эти тела? Тебе в этих сосудах, выстроившихся здесь подобно кораблям, они умерли, они приплыли через эту жизнь во владение серого лорда черепа. Но их духи все еще слышны здесь. Так, что случилось с этими людьми? Когда напали гоблины, они принесли смерть. Первый из многих лежащих здесь лишь пальцы скелета битвы. Короче, болтовня всяк, умеет он разговаривать с мертвыми. Мы будем выяснять, о чем он говорит с трупами. так, 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 спрашиваем, почему здесь только тел? Так, 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 это все неинтересно. Рассказывает, что тела нужно похоронить. Жрецы темпуса не умеют это делать. Так, и поэтому ты прибыл в Таргос. Я иду туда, куда идет смерть, следуй по пятам за моим владыкой. Он прикоснулся к Таргосу и скоро, думаю, очень скоро он пройдет среди живых в Таргосе. Все это витает в воздухе. Ну что ж, это уже, по-моему, третий человек, который нам рассказывает и предрекает большие проблемы для Таргоса. Рассказывает, что прибыл вместе с наемниками железного мошенника. Так, в будущем все в Таргосе будут служить Меркулу. Все поклоняются Меркулу. Знают они об этом или нет? И все они предстанут перед ним. Так. Ты считаешь, что мы поклоняемся Меркулу? Думаю, ты ошибаешься. Ну, рассказывает, что может, вы не поклоняетесь, но благодаря нашему участию в великих битвах и нашему оружию мы пробьем много крови. Короче, мы получим, послужим причиной многих смертей. Кстати, верно, все герои на своем пути убивают много нехороших людей, но при этом все равно убивают. То есть, своими действиями мы все равно будем доставлять приятное его богу смерти. Так, как тебе вообще пропустили через ворота? Так, этот его бред читать совершенно неохота. Давайте посмотрим, что он еще может нам рассказать. Ага, вот, это он дал зелье к Архейриду. Спросим, что за зелье он дал. Не мне это говорит, я скажу лишь, что это более чем достаточно, чтобы заплатить за мою комнату в гостинице. Так, точно, бутылка с прикосновением призраком очень честная вещь. Да, да, что вы сказали про бутылку? Бутылка с прикосновением призрака. Хочу сказать, что вода в бутылке бесполезна, но настоящие чары принадлежат самой бутылке. Архейрид сначала не понял, что ты ему дал. Бутылка с прикосновением призрака, но, короче, как я понял, он сам не знал, что за вещь дал и какая она дорогая. Да, мне это тоже удивило. В какой-то момент я решил, что ты попытался дурачить владельца гостиницы, подсунув ему флягу с водой. Но бутылка с прикосновением призрака, это что-то совершенно особенное. Полагаю, она стоит немало золота, правда? Да, это весьма полезная штука. Похоже, я сделал слишком щедрый подарок. Хозяин гостиницы может оставить его себе с моими наилучшими пожеланиями. Так, короче, мы разоблачили его, что он хотел обмануть хозяина таверны, а в итоге обманулся сам. Так, а для чего можно использовать такую бутылку? Вот он нам, кстати, мы выполнили квест, так сказать, до того, как узнали, для чего нужна бутылка. В принципе, у него было можно узнать, что бутылку можно расслаблять слезы призрака. Но мы уже все это сделали без его подсказки. Так, спросим про духа. Опять же, нас это уже все не интересует, мы уже духа спасли. Так, и вот нам говорит, мы спрашиваем, почему не в таверне Плачущая вдова, если наемники сказали, что он должен быть там. Так, и он сказал, что призрак своим, шумным поведяем не дает ему отдохнуть. что он имеет в виду? Так, опять же, он нам рассказывает про призрака, чтобы мы могли, так сказать, туда зайти и разобраться с ним. А вот, пожалуйста, говорим, что наемники рассказывали о том, что он грабит могилы. Э, нет, они, наверное, пропьянствовали всю дорогу к вратам Меркула. Нет, если мертвый дает разрешение, это не воровство. Разрешение. Так, ну, опять мы видим, что он разговаривает с трупом. Воросток, ну, давайте мы скажем, воровство, я думаю, как жрецу Меркула, где следует большему уважению относиться к старству мертвых. Лишь немногие неупокойные мертвецы цепляются за дорогие вещи, особенно движимые голодом или с жадностью. Как правило, эти призраки из курганов и упыри из туннелей. Вот почему и прикосновение так болезненно для живых. С этими жрецами иногда лучше чем-то обменяться, нежели причать их железом. Неважно, какого литья или заклинания. Так, ну что ж, переубедить мы его не смогли насчет мародерства с трупов. Все, по-моему, больше ничего нам не расскажет. Квест мы с него выжили. Давайте посмотрим, что здесь в шухлядочке. Оно открывает. получилось. Сила 18 как всегда помогает. Ну, зелья стоит хороших денег помненное. Посмотрите, а вот эту вещь я никогда не находил. Не был внимательным. Ну, ничего интересного, но видите, сколько было у меня прохождений, а я не обращал внимания на эти два зеленых пикселя. Все, на этой карте мы все выяснили. Да, действительно. Теперь можем опять же сбегать в калитаре. не помню только зачем. А, ах да, рассказать про предателя. Давайте. Какая будет ее реакция? Вот я. Так, где она? А, вот она. Так, ну, кстати, мы говорим, что разоблачили Файана с помощью свитка, но, кстати, это неправда. Мы его вывели на чистую воду благодаря рассказам наемников, которые пьянствовали в таверне соленый пес. Когда взгляд Файана упал на свиток, который мы держали, он напал на нас, похоже, что он стоял за нападением на доки. Файн напал на вас, значит, это он стоял за этим предательством. Таргас может бог пасть, когда гоблины напали на доки, не окажись ли там, чтобы остановить их. Думаю, дело не только в Файане. Он упоминал что-то о служении господину по имени Харшон. А тот, в свою очередь, служит кому-то еще. Файн, похоже, является всего лишь звеном очень длинной цепи. Так, это действительно серьезно, похоже, нам придется нести оборону как снаружи, так и изнутри. Я благодарю вас и мой муж тоже. Всегда к вашим услугам, хотя, думаю, Файн посчитал нас легкой добычей. Так, нет, давайте скажем, вы с мужем могли бы отблагодарить нас с золотом. Все-таки я не паладин, деньги мне нужны и вообще у нас двой характер, поэтому за бесплатно работать не будем. Мы не герои, мы наемники. Прошу вас, примите как плату за ваши услуги. Я чувствую, пока возвращаете таргет, гоблины будут терпеть поражение и город будет в безопасности. Надеюсь, перед уходом хочу спросить, у вас есть какие-нибудь. понятно, продаем то, что мы нашли до 60 золотых за бутылку горящего масла очень неплохо. А вот камни стоят достаточно дешево. ожерелье. Кстати, два, на 50 монет. Видите, добрые дела делать за деньги намного приятнее, чем бесплатно. Так, появилось ли что-то новое в биологах с Альбрика? Нет, ничего нового. У меня такое впечатление, что настоящий управляющий серый кардинал это жена лорда, а не сам лорд, который, в принципе, пафосный и туповатый. Так сказать, он грубая сила, а она мозги. Так, ну, здесь нас ждет тоже пару разговоров, если я не ошибаюсь, поэтому, поэтому, как всегда, призываем наперед наших защитников, на всякий пожарный. так, вот, еще выполнил пару квестов здесь, в этой палатке, и можно будет видео завершать. Как я и боялся, мы сегодня, точнее, в этом видео, не успели дойти до нового сражения. Кстати, мы еще и в прошлом, извиняюсь, и в следующем видео можем не успеть. Насколько я помню, там тоже нас погоняет тот военный, которому послал нас, лорд. Так, Гиггл Элмвуд, добрый день, вы прибыли с подкреплением из Ускана. Да, мы здесь, чтобы помочь. Что вы такой? Слава небесам, я Гиггл Элмвуд, я пришел, когда узнал о нападении на Бремен. У меня там были друзья, но, к сожалению, пожалуйста, простите, мне тяжело в этом говорить. Так, я понимаю, Гиггл, прощай. Так, таковы все войны, тебе лучше привыкнуть к этому, однако, худшее еще впереди. Ваши слова пронизывает, будто зимний ветер, но я знаю, что вы говорите, правда, пусть он повзять больше, чем нефть. Так, чем несчастным душам из Бремена, прощай. Вот я не помню, по-моему, если мы были бы клириком, то мы могли бы что-то там такое сказать ему, если я не ошибаюсь. В принципе, в принципе, если будет еще битва с Гоблином, а мы не наберем 20 уровней точно. Так, так что не выйдет у нас взять один класс клирика, чтобы выполнить это квест. Хотя, так не можем пользоваться этим заклинанием, так как именно для этого и нужно взять клирика, чтобы можно было использовать цветки клирика. Это очень удобно, особенно для лечения, восстановления или снять какие-то там, как бы это сказать, негативных эффектов вспомнил. Капитан Маринер, это вы капитан Кашель, это я, Гарадун Таннер. Так, а давайте выдадим себя до другого. Да, капитан Маринер. Нет, у тебя другой голос, но я благодарен тебе за то, что ты с юмором отнесся к моей ошибке. Если бы только капитан был здесь, он бы отдал это письмо Рейне. Кто такая Рейна? О, вздыхает, Рейна моя возлюблена, мы должны были вскоре пожениться, а теперь я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Невервинт, чтобы увидеть ее. Продолжай. Я написал письмо моей возлюбленной, но я не могу выбраться отсюда. Если бы только письмо дошло к капитану Маринеру, он передал бы ее моей дорогой Рейне. Так, я могу отнести к капитану Гарин, к Гарадуну, Господи. Вы и правда можете это сделать, возможно, я веду себя по-детски и хожу слишком сентиментальным, но моя любовь на моя жизнь. Благодарю вас, друзья, передайте от меня привет капитану Маринеру. Прощай, Гарадуну. Так, ну, после того, что мы узнали, сколько здесь предателей и какая здесь шпионская сеть, не верю никаким этим сентиментальным солдатам, обязательно мы выясним, что это за письмо. Так, снега рождают гоблиновы, искалеченные леса, мертвыми деревьями, так, 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 что ты говоришь? Ворон на красном фоне, а, Господи, отдыхай, друг, прощай. Давайте еще раз попробуем. Так, в принципе, я так понял, он предсказывает, да, 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 предсказывает, что нас ждет дальше, у женщины с окровавленными крыльями, которые не доведят свои половины, можно, например, узнать модею. Так, по крайней мере, это кажется, можете я ошибаюсь. Так, еще мы не говорили с этим лежачим. А, подождите, по-моему, здесь кому-то нужно бутылку вина. Ну, к сожалению, у меня с собой его нету, надо будет я поискать, где-то я пропустил. Я слышал, кто среди прибывших из Дускана есть дрова. Теперь я сам вижу, что это правда. Ясно, что ты не на стороне гоблинов, но ты далековато от дома, дров. Так, Максиэль из Сильвериумуна, господи, какие названия. Я больше не хотел оставаться под небесами Андердака. Бред такой, какие небеса Андердака, если они в пещерах живут. И вот теперь путешествуют на поверхности земли. Что с хорошо, если вы на стороне Таргаса. Я рад, что не одним из Сурбеков пришли на помощь десяти городам. Хм, десять городов, и зачем этому Багбиру нужно было бить меня по голове? Так, прошу вас простить моего друга Гнома. Он прибыл на помощь Таргасу из крепости Адбар. Хороший парень, но сейчас он смеха не в своей тарелке. Боюсь, Маргенштерн Багбира оказался слишком большим потрясением. Что касается меня, горки из южных равнений пала от моего меча, но успел зацепить мою ногу. Милосердные жрицы вылечили плоть, однако котям требуется время, чтобы срастить. Я так рад, что вас не убили. Пусть вас жизненный путь всегда освещает удачу, друзья. Прощай. Так, с этим мы поговорили, а теперь поговорим с этими двумя. Генхамфишер, да, а вы должны быть подкрепление, боюсь, ваш корабль из Гускана может оказаться последним до тех пор, пока мы не разобьем рту. Ядлинхамфишер, жертв красного рыцаря, вам не нужно подлечиться. Так, ну давайте скажем, что нужно подлечиться, посмотрим. Кстати, кстати, посмотрите, сколько у них свитого для клерика. Медальон Зари. Надо будет обязательно потом к нему наведаться. Давайте еще попытаемся поговорить о чем-то, кстати, книжечку, немножко очень дорогую. Так, как идет сражение? Не слишком хорошо, мы не смогли дать настоящий отпор Гоблину, когда они атаковали Частаков. Слава, Ха, Денхам, у нас все хорошо получилось, мы отбросили орды, которые шли против нас. Так, короче, все это нас не интересует. Кто такой Красный Рыцарь? Красный Рыцарь это юная богиня, которая поддерживает церковь Темпуса. Когда-то она была смертная, теперь покровительств стратегии тактики. Некоторые говорят, что она является результатом естественной эволюции военного искусства. Естественная эволюция военного искусства? Другие не соглашаются с этим. Если у вас есть вопрос о методах ведения боя, спросите меня, я могу вам еще чем-нибудь помочь? Так, видите, можно спросить о городу Нитанере. Обязательно это сделаем, но давайте сначала попытаемся выжать из него все возможное. как сражаться с гоблинами? Ну, не будем мы слушать его наставления, все равно будем сражаться по-своему. Как сражаться с орками? Так, как сражаться с бракбирами? Так, от этих мы спросили. Общий совет по поведению боевых действий. Так, все это нам неинтересно. Ну, все, мы все ветки делали, мы проверили. Давайте теперь спросим главный. Вы не знаете, где мне найти капитана войск из Дневервинтера? Мне нужно доставить ему письмо по просьбе городура Танера. Правда, нужно увидеть это письмо. Так, ну, не будем мы, опять же, я не верю. этому великому влюбленному дадим письмо. Ну, как интересно, очевидно, он пытается послать своего рода скрытое донесение о расположении наших войск в долине. Очень умно, но с другой стороны, оборотни двойники отвечают неординарным умом. Так, что нам следует сделать? Я подготовлю письма для замены. Одно будет адресовано командиру подкрепления из Дускана, а другое капитану Городуна Маринеру. Так, если капитан Маринер действительно капитан, он не откроет это письмо, чтя пожелания Городуна. Если он не настоящий капитан, то сильно удивится. Подожди минутку, я принесу все необходимое. что ж, давайте мы прокрутим хитрую военную аферу. получили мы опыт, так как опять нашли еще одного предателя двойника, Доппельгангер, по-моему, называется. Так, прощайте. Еще не двое желающих, чтобы его вылечить рак не здесь, рады только тем, кто берет или отдает кровь. Вы такие храбрецы, или просто зашли поболтать? Да, мы пришли помочь вам сражаться. Хорошо атакующая в Ярофе, все, чего они достают в умении, они компенсируют численности. нафиг не эти пафосные разговоры. Так, а ну, он тоже что-то предлагает полечиться, или это тот же самый, вроде бы говорил с красным. Так, как идет битва? Видите, тут идет диалог между ними обойми, так что вполне возможно, когда я думал, что торгую с ним, на самом деле я опять же вернусь к разговору с предыдущим клириком. Так, оказывается, он клерик бога войны, мы говорим, что война не так уж и хорошо, вера верой, а что будет с теми, кто в этих войнах умирает? Ошибка забывать тех, кто погиб за свою веру, все храбрые павшие в вольне достойны почитания, и должны помнить, так учить темпус. Понятно, ничего интересного. Так, бутылку вина все-таки надо будет найти. Обязательно. Все, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрит мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Пока.